Станция Тимирязевская уникальна для московского метрополитена. Она единственная в столице имеет особую конструкцию, то есть являясь односводчатой, без колонны пилонов и при этом находится глубоко под землей. Остальные станции подобного типа в Москве располагаются на совсем небольшой глубине. Примеров много. Библиотека имени Ленина – 12 метров, Сходнинская – 6 метров, Кантемировская – 8 метров и другие. Тимирязевская же располагается в 63,5 метрах над поверхностью. До тех пор, пока не открыли станцию Парк Победы на Арбатско-Покровской линии, Тимирязевская была самой глубокой платформой в столице. Сейчас она по этому показателю занимает пятое место, уступив еще несколько позиций станциям Фанвизинская, Окружная и Верхние Лихоборы, которые заработали в 2018 году. Вообще, односводчатые станции глубокого заложения разработали в Ленинградском метрополитене. В 1975 году открылись станции Политехническая и Площадь Мужества. Технология позволяла добиться почти полной механизации процесса, то есть без лишнего использования ручного труда. Да и строить было достаточно удобно. Но во второй половине 1990-х годов от станции такого типа решили отказаться. Дело в том, что их нужно было строить непрерывно, без возможности законсервировать участок. В те времена имелись проблемы с финансированием, поэтому о непрерывности речи не шло. Москва решила использовать станцию такого типа, потому что архитекторы желали создать простор, чтобы пассажирам было приятно находиться на платформе. Геологические условия в районе будущей Тимирязевской позволяли использовать такой способ работы. Поскольку методика для столичного метро была уникальной, строительную площадку посетили даже иностранные гости из Австрии, ФРГ, Италии, а также Южной Кореи. Проект Тимирязевской разработали архитекторы Виктор Черемин, Александр Викторов и Леонид Борзенков. Втроем они уже работали не в первый раз. Например, они создавали станцию Черкизовская. Изначально планировалось, что отрезок Савеловская от Радная начнет работать в 1989 году. Однако параллельно вели строительство Люблинской линии. Стало понятно, что сосредоточиться на двух крупных объектах одновременно не получится. Но даже при этом Люблинскую линию достроили только в 1995 году. Открытие нового участка Серпуховско-Тимирязевской линии перенесли на 1990 год, но рабочие вновь не успели. В итоге запустили его только 7 марта 1991 года. Правда, к этому времени полностью закончили только Дмитровскую и Владыкино. На остальных станциях было много недоделок. Например, на Тимирязевской пол не успели очистить от цемента и штукатурки. Архитектура Тимирязевской посвящена теме взаимоотношений природы и человека. В этом районе находится Аграрный университет имени Тимирязева. Отсюда и название станции, а также ее оформление. Своды получились рельефными. Чтобы подчеркнуть растительные мотивы, использовали необычные светильники-торшеры. Их внешний вид и в наше время вызывает споры. Однако это тюльпаны из нержавеющей стали. Металлические цветы будто вырастают из клумб, роль которых выполняют круглые скамейки вокруг железного стебля. В торцах станции расположили панно, которое сделали по технике флорентийской мозаики. На стороне, где нет выхода в город, изображен Тимирязев с учениками во время занятий в саду. Также здесь присутствует стол, накрытый белой скатертью. На нем есть микроскоп и увеличительное стекло. Панно над эскалаторами похоже на что-то абстрактное. Здесь мы видим фигуру женщин в лесу или саду среди пышных деревьев. Также не совсем понятно, какое время суток хотели отобразить авторы. Это может быть полнолунием или же ярким солнечным днем. Несмотря на все украшения, описанные ранее, многим специалистам оформление станции не понравилось. Некоторые говорили, что пространства здесь получилось слишком много. Тимирязевское вышло похоже на огромный ангар. Путевые стены получились приземистыми, а за счет отделки из коричневого мрамора своды как будто давят на пассажиров. Также неудачными посчитали и указатели, несмотря на оригинальную кубическую форму. Претензии были и к оформлению пола. Якобы узор сделан очень грубо, рабочие не подогнали гранитные плиты друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok